Ну и напомню, что до старта выборов осталось менее двух суток. 18 сентября выполнить свой гражданский долг и проголосовать можно будет с 8 утра до 20 вечера. Работать будут 1133 избирательных участка. Моя коллега Инна Михайловская узнала, готовы ли к выборам в Вагайском районе. Искать избирательный участок жителям Вагая не придется. Можно и объявления не развешивать, люди знают, куда идти. В райцентре Вагая четыре избирательных участка. Все они расположены в общедоступных местах. Один такой во дворце культуры, в помещении, где в обычное время находится буфет. Меньше двух дней до выборов, а участок уже работает. Елена Корытова получает открепительное удостоверение. В эти выходные уезжает в соседний район, но компанию пропустить не может. Начинается 18 лет, еще будучи студенткой, мы начинали голосовать, сделать выбор, потому что за этим будущие наши, будущие наших детей, внуков. По ту сторону столов с документами люди, которые будут встречать избирателей. На этом участке их девять. Для Людмилы Быченко компания первая, работает бухгалтером и просматривает документы. Сложности не видит. Родная стихия. Бумажки. Это все знакомо. Я работаю не поваром, не уборщиком, что это вот все мое. Это ежедневная работа. Эти бумаги, цифры, адреса, фамилии. Все наше. Тем временем, атрибуты и мебель на своих местах, столы и стулья от ДК, а вот кабинки – это спецоборудование. Это оборудование закреплено за комиссией, используется только на выборах. Каждый избиратель заходит в эту кабину, проставляет определенный знак на своем бюллетене и выбирает того кандидата, за которого он желает отдать свой голос. На избирательный участок в местном ДК ждут на голосование 1260 избирателей. Среди них люди, которым добраться сюда будет проблематично. Здоровье не позволяет, значит выборы придут к ним. Переносные – это для тех избирателей, которые по каким-либо причинам не могут прибыть на участок, но очень хотят, там, в состоянии здоровья или что, мы обязательно до всех доберемся с этими урнами, чтобы исполнить их право на голосование. Встретить избирателей готовы 42 участка, расположенных в Огайе и районе. 18 сентября, как и по всей стране, они распахнут двери. Инна Михайловская, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова